итак итак это 14 сентября четверг а завтра уже будет пятница вот считайте что половина сентября прошла я просто пришел с магазина посмотрел и уже почему-то ромашки завяли ну и не знаю может им так захотелось вот видите что они завяли ромашки напишите в комментариях почему они завяли я их плевал ухаживал за ними тут видите листочек почему-то пожелтел вот просто будет жалко если они скиснут например больше не станут расти вот блог продолжается и я пришел с магазина устал конечно и что я купил знаете у блогеров очень популярна эта тема купил показал купил показал и так бесконечно но обратите сами внимание зайдите к любому блогеру на его канал и все что связано с покупками это всегда есть у любого блогера то есть купил показал анбоксинг рассказал и так бесконечно но если блогер допустим возьмите любого блогера если он купил какую-то редкую вещь, и она недорогая, но он нашел в том месте, где нельзя, в другом месте, то можно сказать, это видео уникальное. То есть, он рассказал про ту вещь, где многие люди не могут просто приобрести. То есть, это можно только либо прислать по ссылке, либо заказать по интернету. А найти в своем городе практически нереально. То показав такую вещь, где многие люди не могут достать, то, ну, я уже сказал, это уникальное видео. А когда ты рассказываешь вещь, там, допустим, ты купил бриллианты, хотя редко можно такое видео, наверное, найти у блогера, который будет покупать бриллианты и рассказывать вам на видео. То есть, ему проще купить там. Ну, пусть это бьюти-блогерша, она купит помаду, всем расскажет, и, естественно, не любая там девушка может купить себе дорогую помаду, ей проще купить там за евро помаду. Ну, мою мысль, в общем, поняли, пишите, что вы думаете по поводу купить такую вещь, которую многие люди не сумели бы купить. Ну, пусть это будет дешево. Ладно, я продолжу. Короче, что я купил вот в этой сумке. Ну, знаете, есть видео, где там нам многие блогеры расскажут, что у меня в сумке. Здесь то же самое, как на 1 сентября, но уже наступило 14 сентября. Итак, что у меня в сумке, что я купил? Купил я сметану, потому что мне не хватает уже сметаны, а купил я... Ну, короче, купил. Купил простой хлеб. Простой хлеб. Дорогой не стал покупать. Купил картошечки. Вот буду сегодня жарить ее. Ну, это моя пайка на работу будет, в общем. Я такую картошку покупал, которая, ну, когда ты жаришь ее сырую, она будет не разваливаться. То есть, она красная, короче, а как сорт называется, я не знаю. Ну, и где я покупал на базаре, она примерно стоит 60, либо 55 килограмм. Ну, то есть, 55 центов за килограмм. И купил... Так, что я еще купил? Вот. Купил, короче, три огурца и два простых помидора. Ну, короче, это паек холостяка. А может, это паек... Ну, то есть, я купил пищу, будем так правильно говорить, которую может каждый купить, но не каждый заходит, потому что хочется что-нибудь там вкусненькое купить. Например, вместо сметаны можно купить йогурт, вместо помидора, огурцов можно купить арбуз, а вместо картошки можно купить чипсы, а вместо хлеба можно купить 10 вкусных булочек. Ну, то, что это булочное. Вот. Что еще могу сказать в этом блоге? Просто я читал комментарии, но мне лень вставлять этот комментарий. Ну, просто почему я не делаю блоги по 10 минут? Потому что я не вижу их смысла делать каждый раз по 10. Если не о чем говорить, то лучше вообще ничего не говорить, особенно, когда у меня плохое настроение. Я не хочу выкладывать такие видео, когда у меня плохое настроение. Ну, зачем вам блоги, где я при плохом всегда настроении? То есть, ну, никто не станет смотреть, либо будете получать, ну, как другие смотрят, удовольствие. Ну, или бы вам надоест это. я хочу, чтобы вы улыбнулись, я попробую улыбнуться. Обычно он мне... Ну, ладно, не важно. В общем, подходите просто к зеркалу, берете, ну, два пальца и вот так вот делаете и улыбается, типа. Ну, у меня здесь, как бы, ну, просто улыбка. Так, что у меня еще, в общем, портфель. Вот, у меня еще такое. Ну, это надо помыть, это обычно сюда пайку ложу, ну, мой обед на работе. Очень редко, кстати, хожу в столовую, потому что она дорогая, в общем, там целый комплект, первое, второе, пять евро выходит. Так, что еще у меня тут? У меня в портфеле а, кстати, это шнурки, кстати, если вы не сразу сообразили, это шнурки. Вот шнурки. Так, что еще у меня тут в портфеле? Авторочка. Больше, вроде, меня ничего нет в этом портфеле. не, больше ничего нету. И на этом можно блок заканчивать, поэтому ждите завтра следующий блок 15 сентября, ну, если у меня будет настроение. Всем пока!